Никите Мальчугину 9. 1 сентября он станет третиклассником. В школу пришел уже сегодня. Заранее это для того, чтобы узнать, что нужно купить, во сколько на линейку прийти. Нового учебного года Никита ждет с нетерпением. Я хочу в школу. Особенно на математику, на чтение и на русский язык. У меня нет причины на русский язык, просто мне охота. Однако первосентябрьская линейка в этой школе пока под вопросом. 19-ю до сих пор не приняли пожарные инспекторы. Причина – ремонт спортзала. Закончить его должны были еще накануне, однако сейчас здесь все, как в известной басне. Приемку школы решили перенести на более поздний срок. Об этом попросила администрация учебного заведения. По всем мыслимым и немыслимым подсчетам строители уже давно должны были справиться. Причину, по которой они не смогли завершить ремонт в срок, подрядчики не называют. Между тем, оценить готовность и безопасность помещений в данных условиях сложно. В условиях ремонта сложно оценить требования пожарной безопасности, состояние самого объекта, потому что на момент ремонта они могут просто быть не все соблюдены, допустим. Может быть захламление пути эвакуации, может быть где-то оклейка идет, покраска. То есть это просто неудобно выносить вещи, заносить их. Ну и в принципе вот поэтому так и получилось. Накануне стало известно, две школы Череповца не готовы к приему детей 1 сентября, в том числе 14-я. В ней из-за ремонта кровли протек битум на третий этаж, поэтому в эту школу в ближайшее время тоже отправятся проверяющие из Роспотребнадзора. Сегодня экзамен держала 19-я школа, тянуть с приемкой дальше уже нельзя. Ручной пожарный извещатель в норме, световая система оповещения тоже. Все кабели, как и положено в специальных каналах, в каждом классе по огнетушителю. Особое внимание их сроку годности, вот это до 2013-го, все в порядке. На окнах распашные решетки. Пожарные краны должны быть подсоединены и перемотаны на новую скатку. В принципе здесь все в порядке. Из недочетов только отсутствие освещения в одном из эвакуационных выходов и изоляция проводов на одном этаже не соответствуют норме. Все это по правилам приемки, нарушение незначительное, тем более, что к началу учебного года они уже будут устранены. Сейчас освещение на третьем этаже меняют, светильники полностью и всю проводку. По всему третьему этажу все исправляют. К началу месяца планируется закончить и ремонт. Рабочая комиссия в спортзале уже была. Сейчас строители устраняют недочеты. Ориентировочная официальная приемка зала состоится уже в понедельник. А вот саму школу пожарный инспектор приняла уже сегодня. Это значит, что 1 сентября здесь прозвенит первый в этом учебном году звонок.